SpaceX Crew Dragon – пилотируемый космический корабль для полётов на околоземную орбиту максимум семи человек. Думаю, трудно поспорить с тем, что он самый стильный из существующих. 2019 год должен пройти для НАСА под знаком возобновления американских пилотируемых стартов. Поэтому давайте сегодня разберёмся в истории SpaceX Crew Dragon, поговорим о технических особенностях корабля и о том, что он значит для США, для НАСА и для самой SpaceX. Не переключайтесь, будет интересно. За год до последнего полёта Шаттла НАСА дали официальный старт программе космических пилотируемых полётов КМКС. Главная идея программы – полёты на орбиту должны стать дешевле, чем на крылатых машинах из 80-х. Проектирование, строительство и эксплуатация орбитальных кораблей будут выполняться конкурирующими коммерческими компаниями. НАСА будет осуществлять контроль за всеми стадиями программы и покупать места для своих астронавтов. Одним из 36 участниц, откликнувшихся с проработанными предложениями, была SpaceX. Компания, с которой НАСА в 2006 году подписала контракт на поставки грузов на МКС. SpaceX изначально создавали Dragon с прицелом на модификацию для пилотируемых полётов, которую называли Dragonrider. В самом начале планировали добавить систему жизнеобеспечения, кресло и обычную отделяющуюся систему спасения. Позже компания меняет название на Dragonrider 2 и в 2012 году предлагает интегрировать двигатели системы спасения в космический корабль, объясняя это повышением надёжности в целом, так как исключается этап разделения. А также тем, что такое решение даёт дополнительные преимущества. Система спасения может быть включена на любом этапе выведения на орбиту, сама она становится многоразовой и даёт гипотетическую возможность точной реактивной посадки на Землю. Идея реализуется в виде двигателей SuperDraco. Они работают на той же топливной паре, что и двигатели ориентаций, а именно на тетраоксиде диазота и метилгидрозине – стандартные некриогенные компоненты топлива, применяемые уже многие десятилетия. Для удешевления и гибкости производства используется 3D-печать. В сентябре 2013 года Илон показал камеру сгорания двигателя с регенеративной рубашкой охлаждения, напечатанной из инконеля. Тяга двигателя может регулироваться в пределах от 20 до 100%, и он может запускаться множество раз. Для посадки на реактивных двигателях планировалось добавить амортизирующие опоры, выдвигаемые из теплозащиты перед касанием посадочной площадки. SpaceX провели 27 огневых испытаний. Стоит отметить, что Crew Dragon может двигателями Супер Драко довывести корабль на орбиту, если вдруг вторая ступень не доработает. Примерно через полгода, в мае 2014-го, состоялась презентация пилотируемого корабля. Илон Маск сказал несколько слов собравшимся журналистам, и находящиеся за ним полотна ткани эффектно исчезли, открыв вид на футуристично выглядящий космический корабль. Анимация полёта показала отличия от грузовой версии – солнечные батареи, зафиксированные на служебном модуле и не требующие разворачивания, что снижает вероятность отказа, так как нет механических узлов. Несбрасываемый обтекатель, что положительно скажется на экономии, автоматическую систему стыковки, места для астронавтов, которым прилагается подразумеваемая система жизнеобеспечения и управляемая реактивная посадка. На посадке Илон сделал особый акцент, сказав, что Dragon сможет садиться с точностью вертолёта. Также он заявил, что корабль можно будет заправить и сразу отправлять в новый полёт. Чем всех удивил, ведь получается, что у Dragon будет многоразовый тепловой щит. Хоть он и называется Pico X3 версии, но до сих пор в это не верится. Для закрепления увиденного выражения лиц журналистов глава SpaceX рассказал о двигателях Superdrug, заявив, что они полностью изготовлены при помощи 3D-печати. Ещё показал сферические баки из титана, обёрнутые углепластиком для гелия, наддувающего баки с компонентами топлива и аналогичные сферические баки для тетраоксида диазота и метилгидрозина. А также улучшенные двигатели ориентации Draco. Парашютная система осталась от первого Dragon для резерва на случай отказа двигателей Superdraco. Кстати, корабль спроектирован так, что сможет совершить посадку при отказе двух двигателей из восьми. Восторженные овации от показанного интерьера вполне понятны. Хоть он и не был ещё до конца доделан, но просто сравните его с интерьером Шаттла или Аполлона. Огромный тачскрин с небольшим количеством кнопок для критических ситуаций против огромного количества тумблеров на угловатых панелях. В мае 2015-го успешно прошёл тест системы аварийного спасения с места старта. Восемь двигателей Superdraco, работая на полной мощности, подняли корабль на полтора километра. После отключения двигателей служебный отсек с аэродинамическими стабилизаторами, необходимыми именно в таком полёте без ракеты, был отстыкован. Вытяжные парашюты вытащили три основных, которые, в свою очередь раскрывшись, плавно опустили дрэгон в воду. Всё прошло как надо, и манекен с датчиками внутри показал, что перегрузки были в пределах нормы. По результатам испытания NASA наградила SpaceX 30 миллионами долларов за прохождение важного этапа в программе коммерческих полётов по соглашению об интеграционных возможностях. Летом 2015-го появились первые сообщения о вопросах NASA к процедуре заправки, ещё тогда планируемой к вводу в эксплуатацию модификации Falcon 9 Full Thrust, использующей переохлаждённые компоненты топлива. После окончания заправки ракета, не имеющая теплоизоляции, должна почти сразу взлетать. Так как если подождать, то кислород нагреется, и его значительную часть придётся выпускать за борт, чтобы давление в баках первой и второй ступени не превысило критического значения. А это значит, что нет времени на посадку астронавтов в корабль после заправки. Нужно производить заправку вместе с астронавтами на борту. SpaceX говорили, что потенциально опасная процедура заправки не страшна, потому что у Dragon есть система спасения, которая может увести корабль с людьми от взрывающейся ракеты. NASA долго не хотела признавать такую процедуру, и только в августе 2018-го агентство согласилось с доводами SpaceX. В ноябре 2015-го представитель SpaceX Бенджамин Рид заявил, что после теста системы спасения со стартового стола компания приняла решение добавить ещё один парашют, так как пилотируемый корабль тяжелее грузового. Так что Dragon будет спускаться на четырёх, а не на трёх парашютах. В январе 2016-го были проведены испытания системы четырёх парашютов. В том же январе 2016-го SpaceX опубликовали видео, в котором Dragon выполнял тест зависания на двигателях. Это испытание было необходимо для проверки работы программного обеспечения, чтобы аппарат мог выполнить мягкую реактивную посадку. А в замедленном варианте это просто красиво. Весной 2016-го был анонсирован проект Red Dragon. Разговоры о беспилотной миссии на Марс на базе пилотируемой версии Dragon, прошедшей модернизацию, ходили с 2011-го. Планировалось, что корабль будет выведен Falcon Heavy в 2018-м году и совершит мягкую посадку на поверхности Красной планеты с помощью двигателей SuperDraco. Были даже слухи о том, что внутри Red Dragon будет небольшая ракета, которая доставит на орбиту Марса образцы грунта. Дальше предполагалась стыковка с неким аппаратом, который отправит эти образцы к Земле. Почти спустя год, 1 сентября 2016-го, SpaceX готовили Falcon 9 к огневым испытаниям на 40-й площадке с установленной полезной нагрузкой – спутником ЭМОС-6. Во время заправки второй ступени жидкий кислород сконтактировал с баками, в которых содержался гелий для наддува. Да, если вы вдруг не знали, небольшие баки с гелием находятся внутри бака с кислородом. SpaceX изменили процедуру заправки. Они хотели сократить количество баков с гелием для облегчения ракеты. Поэтому гелий был охлаждён до минимально возможной температуры, с которой можно работать при заправке ракеты. При этой температуре кислород становится твёрдым. Также, чтобы облегчить баки для гелия, они были выполнены не только из металла, но и усилены углеволокном. Жидкий кислород проник между волокнами углепластика и замёрз. Гелий продолжал поступать в баки, давление в них росло, и металлические стенки стали давить на твёрдый кислород, который стал двигаться относительно углеволокна. Энергия трения кислорода об углеволокно оказалась достаточной для начала процесса окисления. Баки с гелием не выдержали давление, потому что углеволокно больше не помогало его сдерживать. Бак с кислородом тоже не выдержал резко возросшего давления. В результате весь керосин и кислород во второй ступени смешались и загорелись. Первая ступень тоже разрушилась, спутник был потерян, стартовым сооружением был нанесён серьёзный урон. Расследование аварий заняло несколько месяцев, следующий полёт Falcon 9 произошёл аж в феврале 2017-го, а 40-й стартовый комплекс был восстановлен только к декабрю 2017-го года. Перепроектирование баллонов для гелия заняло ещё больше времени. НАСА потребовало как минимум 7 полётов Falcon 9 с новыми баками для гелия до того, как ракета начнёт летать с людьми. Ракета совершила первый полёт с обновлёнными баками, установленными на второй ступени 15-го ноября 2018-го года при запуске спутника SL-2. Первая ступень летала повторно, поэтому в ней баки были старые. Про установленные новые баки для гелия стало известно во время пресс-конференции посвящённой полёту грузовой версии Dragon CRS-16 из ответа Ганса Кёнигсмана. До этого момента Falcon 9 и Falcon Heavy совершали успешные полёты со старым типом баков для гелия, благодаря изменённой процедуре заправки. В феврале 2017-го Илон Маск сделал заявление о том, что космические туристы в 2018-м отправятся на Crew Dragon по облётной траектории вокруг Луны. Необходимый импульс обеспечит Falcon Heavy. Также он сказал, что в первую очередь астронавты NASA совершат полёт к МКС и только потом можно ожидать туристический полёт. Как мы теперь знаем, Falcon Heavy совершила свой первый полёт только в 2018-м и сейчас готовится ко второму. Crew Dragon всё ещё не летал. Компания не планирует тратить ресурсы и время на сертификацию Falcon Heavy для пилотируемых полётов. А сам полёт вокруг Луны планируется на новом корабле SpaceX — на Starship. В марте 2017-го появилась информация о том, что специалисты NASA приступили к тестированию системы жизнеобеспечения, установленной в предсерийном прототипе Crew Dragon. Система должна следить за давлением внутри корабля, уровнем углекислого газа и кислорода. Также она должна быть надёжной и функционировать на всех этапах, начиная от обратного отсчёта до приводнения корабля. Летом 2017-го Илон Маск заявил, что SpaceX больше не планирует выполнять реактивную посадку Crew Dragon по соображениям безопасности. К тому моменту появилась информация, что для сертификации реактивной посадки нужно выполнить обширную программу испытаний NASA. Илон сказал, что не считает целесообразным тратить столько ресурсов на сертификацию реактивной посадки, а лучше сосредоточиться на следующем поколении ракет SpaceX. О причинах отказа от посадочных опор ничего сказано не было. Проект Red Dragon, сроки которого переместились на 2020 год, был отменён. В июне 2017-го появился обновлённый рендер Crew Dragon, выполненный SpaceX. Самым заметным изменением стал сплошной боковой люк без иллюминатора. Также обновился стыковочный механизм, логотип Dragon, изменился порядок расположения двигателей ориентации. Обновились аэродинамические стабилизаторы на служебном модуле и система, открывающая обтекатель на носу корабля. В июле 2017-го начались тренировки с макетом корабля в воде. Прежде всего нужно было разработать процедуры для спасения астронавтов с учётом различных погодных условий и прочего. В ряде случаев может понадобиться помощь специалистов военно-воздушных сил, которые будут десантированы рядом с приводнившимся кораблём. SpaceX проводит тренировки даже в последние дни перед демонстрационным беспилотным полётом. В августе 2017-го Илон Маск опубликовал первые фотографии внутрикорабельного скафандра. Проработанный дизайн вызвал фурор в интернете. Илон сказал, что скафандры протестировали двойным вакуумом, что на самом деле означает тестирование на разницу давлений в две атмосферы. Но все люди с инженерным образованием знатно посмеялись. Скафандр предназначен только для деятельности внутри корабля. Его главная задача — защитить астронавтов в случае разгерметизации корабля. Герметичный костюм сделан из тефлона — белой части и номекса — серой части. Коннектор для системы жизнеобеспечения находится под пластиковой заглушкой на бедре. Возможно, коннекторы будут подключаться куда-то ещё — пока что это неизвестно. Внутрь скафандра человек будет попадать через шов на внутренней стороне ног, так что даже самостоятельно, без помощи других, один человек сможет его надеть. Стекло у шлема открывается, так что владельцу скафандра не обязательно всегда быть похожим на участников дуэта Daft Punk. Через год Тим Дот, Everyday Astronaut, получил возможность сделать видео о скафандре SpaceX и очень внимательно показал отдельные детали. Кстати, если у вас хороший английский, рекомендуем подписаться на YouTube-канал Тима. Так, пора поговорить о трапе. Нет, не об этом. В августе 2018 SpaceX с площадки LC-39A установили трап для астронавтов, благодаря которому они смогут попасть внутрь Crew Dragon, находящейся наверху ракеты Falcon 9. Испытательный беспилотный полёт Crew Dragon изначально был запланирован на конец 2016 года, потом дата постоянно переносилась на разные месяцы 2017. Так же было и в 2018 году. В июле 2018 было объявлено, что корабль прошёл серию термовакуумных и акустических испытаний на станции NASA Plumbbrook Station и отправлен на космодром. Его запуск был запланирован на январь 2019-го, и вот у нас есть окончательная дата – 2 марта 2019 года. Это будет тест не для проформы. Инженер до сих пор не до конца уверен в ряде систем – это баки для гелия как в ракете, так и в космическом корабле, а также баки для топливной пары в Dragon. С парашютной системой тоже не до конца понятно, достаточно ли в неё заложили надёжности для самых разных условий. Как сказал представитель NASA Билл Герстенмайер, корабль не готов полностью к пилотируемому полёту, но готов к беспилотному. Мы ожидаем, что сможем получить данные, которые расскажут нечто новое об аппарате. Мы хотим, чтобы наши знания были максимально широкими. Ко 2 марта остаётся одна нерешённая проблема с программным обеспечением, относящаяся к приближению Crew Dragon к МКС. Обычно есть главный полётный компьютер и для надёжности дублирующая система, находящаяся в другом месте. В Dragon сделано иначе. По крайней мере, в первом Dragon система имеет тройное резервирование, но все три компьютера находятся в одном корпусе, так как все они работают одновременно и данные, получаемые ими, сравниваются, чтобы знать, какой компьютер ошибся из-за попадания высокоэнергетической частицы, и что именно этот компьютер нужно перезагрузить. Роскосмос считает эту архитектуру потенциально опасной, просто потому что там принято иначе подходить к этому вопросу. Билл Герстенмайер обещал за оставшиеся дни до старта корабля уладить этот вопрос с Роскосмосом. Он надеется, что доводы НАСА будут убедительными. Помимо 2 марта есть резервные даты в начале месяца, а дальше на МКС запланировано прибытие Союза и выход в открытый космос. Так что если Crew Dragon не сможет улететь в начале марта, то неясно, когда будет следующая возможность. Мы надеемся, что всё пройдёт хорошо, и Falcon 9 взлетит с мыса Канаверл, первая ступень отработает как надо, произойдёт разделение ступеней ракеты, и первая ступень… нет, не вернётся, как обычно, на посадочную платформу LZ-1 недалеко от места старта. Вместо этого посадка запланирована на автономную платформу в океане, почти в 500 километрах от порта. На момент создания этого ролика её уже начали буксировать в океан. Посадка первой ступени будет в океане, так как SpaceX хочет зарезервировать мощность на всякий случай. И в этот раз траектория будет несколько выше, чем обычно. Возможно, в будущем, при доставке Crew Dragon на орбиту, первая ступень будет возвращаться на LZ-1. После того, как вторая ступень закончит свою работу, Crew Dragon будет около суток добираться до МКС, самостоятельно пристыкуются. Астронавты откроют люк и попадут внутрь, поздороваются с манекеном, в котором будут различные датчики, возьмут доставленные грузы и даже устроят торжественное мероприятие по случаю прибытия Crew Dragon. Через пять дней корабль отстыкуется и приводнится в Атлантическом океане недалеко от Флориды. SpaceX и NASA планируют проводить трансляции всех знаковых событий. Приходите к нам на стримы, обещаем душевную атмосферу, будем общаться с вами, рассказывать интересные детали и отвечать на вопросы. Ссылка на стрим будет в закреплённом комментарии. Также осветим ближайшие планы относительно Crew Dragon. Если демонстрационный беспилотный полёт пройдёт успешно, то через несколько недель запланирован тест системы спасения в момент, близкий к максимальному динамическому сопротивлению. Первая ступень Falcon 9 полетит в четвёртый раз. Вторая ступень будет почти полностью сделана, как и всегда, только вместо двигателя Merlin 1D будет установлен массогабаритный макет. На самом верху ракеты будет установлен именно тот самый экземпляр Crew Dragon, который должен совершить беспилотный полёт к МКС. В отрезок времени между 83-й и сотой секундой после старта ракета наберёт нужную скорость, соответствующую примерно одному маху, и будет запрограммировано симулировать потерю тяги в этот период времени. Crew Dragon должен будет автоматически распознать эту ситуацию и запустить процедуру прерывания полёта, которая включает в себя запуск двигателей Super Draco и одновременную отправку сигнала Falcon 9 на выключение девяти двигателей. Затем космический корабль отделится от второй ступени с помощью пиротехнического механизма. Вторая и первая ступени, скорее всего, будут разрушены как набегающим потоком воздуха, так и реактивными струями из двигателей Super Draco. Дальше Crew Dragon выпустит парашюты и приводнится. Кстати, у нас на сайте есть подробная статья об этом испытании, ссылка будет в описании. Также в этом году, не раньше лета, если всё пройдёт хорошо, может состояться демонстрационный полёт с двумя астронавтами, которые уже несколько месяцев активно к нему готовятся. Если все испытания пройдут успешно, Crew Dragon начнёт регулярные полёты с астронавтами к МКС. Как вы смогли увидеть, SpaceX приложили усилия не только для того, чтобы получился надёжный и современный космический корабль, но очень старались сделать стильными интерьер, интерфейс, управление и внутрикорабельные скафандры. Основное желание сделать упор на эстетику исходило от Илона Маска. Мы можем предполагать, что скорее всего SpaceX будет использовать экземпляры Crew Dragon, совершившие полёт к МКС с астронавтами, для орбитального туризма. Иначе зачем столько усилий вкладывать просто в стиль? Как минимум, Гвинн Шотвелл говорила, что есть интерес от частных клиентов в полётах на низкую околоземную орбиту. Другой интерес, интерес общественности к SpaceX и к пилотируемому космосу в целом всегда был, а с приближением самих запусков будет только повышаться. Надеемся, что этим роликом мы отчасти смогли ваш интерес удовлетворить. Ждём стартов и готовимся к новой, коммерческой, пилотируемой эре. Кстати, нас ведь ожидают и полёты Boeing Starliner, кому интересно было бы увидеть похожее видео и о нём, пишите об этом в комментариях. Если вам понравилась наша работа, вы можете, например, поставить лайк под этим видео, можете подписаться на канал, ну а самые смелые из вас могут поддержать нас на Патреоне. Вот кстати список патронов февраля. Друзья, большое спасибо вам за поддержку, такие ролики выходят благодаря вам. Ну и не забывайте главного, мы не можем приблизить звёзды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звёздам.